Всех привет! Продолжаем мы проходить FIFA 20 за Sofort City и у нас осталось последние две игры. В этом сезоне наконец-то мы первый сезон проходим и мы должны быть и попасть в первый сезон. Если мы, конечно, сейчас все не приебем и не попадем в четвертое место. Такие дела у нас. Ну ладно. Что у нас дальше? Пропускаем мы три дня. Я так понимаю, у нас запасная игра. У нас пресс-коференция. Понятно? Давайте пообщаемся и с СМИ. Тут по-любому нам скажут, что мы готовимся. Привет, ребята. Спасибо всем, что здесь. Вопросы в один раз, пожалуйста. В последнее время находится в хорошем состоянии. Он будет чаще попадать в состав. Ничего личного. Ротация очень важна. Я слежу за всем игрокам команды и из них желание играть. Если хочется крепиться. Ну короче, понятно. Прошлый матч показал, насколько эффективно может противостоять вашим атакам. Верю, что мы победим. Главное показать хороший футбол. В данный момент мы сосредоточены о том, что показать хороший футбол и исход матча зависит от того, удастся нам это или нет. Это все, что у нас есть время сегодня. Спасибо, что пришли. Я в хорошей форме. Прекрасил себя чувствовать в последнее время. Надеюсь, что вы не оставите меня с камерой относить этот матч. Ага, вот что ты хочешь. Я подумаю. Блять, он хочет выйти на поле. Ну понятное дело, выпустим его на поле, значит. Так, у нас недостаточно игроков. У нас травмы пошли. Ой, травмы пошли. Очень плохо, что травмы у нас пошли на эту позицию. Очень плохо. Так, ты у нас хочешь выйти на поле, ты у нас выйдешь на поле. Принес. Блин, это тоже в хорошей форме. Может, вот так сделаем? А цапы сюда поставим. Если что, выпустим его. Вот так вот. Все. Мелый защитник здесь у нас находится. Ну все, значит. Такой состав у нас будет выходить на поле. Да, такой состав. Потому что у нас еще одна игра будет. Основная, последняя. И посмотрим, что из этого выйдет. Погнали. Ну, без тренировки никуда никогда. Ух, нифига ты тренировочка. Подкат, отбор. Обряд, наебал. Обряд, наебали, как всегда. Ничего не получается у меня. Ну, как всегда. Как обычно и бывает. Как обычно все и бывает. Очень здорово, что сегодня буквально все сошлось, чтобы создать великолепные условия для проведения нашего матча. Как обычно, сегодня для вас в роли комментаторов Георгий Черданцев и Константин Гевич. Безумно важная игра сегодня для гостей. Если все сложится удачно, то гарантируют они себе повышение в классе. Константин, отличная игра нас ждет сегодня. Очень бодрое настроение сегодня у гостевых болельщиков. Их команда может в этой встрече гарантировать себе повышение в классе. Серьезная ответственность. Сегодняшние гости очень здорово выступают на выездах. Рекорд лиги у них по этому показателю. Здесь, вопреки поговорке, парням стены в гостях помогают. Посмотрим, как с этим у них сегодня сложится. О, как все приветствуются, замечательно. Раньше я так не помню, будут такие звуки или нет, а куда они что-то переваривают. Здорово говорят, может, наверное. Ой, про сетя. Что-то после спортзала пришел, что-то спать вообще захотелось. В таком составе сегодня выйдут на матч хозяев. Тренер выбрал классическую установку 4-4-2. Сегодня мы увидим, наверное, ближе футбол к британскому. 4-4-2. Нихуя себе. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Очень вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы. И игру, конечно, по ходу встречи можно варьировать. Ну что, начнется наш матч. Первый тайм начался. Наконец-то, да. Первый тайм у нас начался. А крайне плохая передача приводит к потере мяча. Хороший пас. Давай догоняй, догоняй. А не догоняй. О, он сыграл на перекрытии. И нам надо 3 очка. 3 очка за рабочего время остаться в этом лидерах. Вообще, все матчи надо побеждать. Последние два матча осталось надо побеждать их. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперников. Да, блядь. Жак Руни так и лучше попадера у нас не стал. Играют в пас команда. И что дальше тут будет? И как он дальше мячом сберетится? Да, заебись просто офигенно. Это опять они разыгрывают мяч. Интересно, куда дальше мяч пойдет? Заебись, конечно, пас, но только разряжается на джойстик. Это не слишком важно. Тут важно то, что мы не успеваем за этим ударом. Очень жаль. Ну, что сказать. Такой вот футбол у нас в данный момент. Нищедезионы. Но у меня больше я жду, когда мне скажут, сколько мне заплатят. Точнее, сколько клуб получит за то, что... Если будет минус, это будет очень плохо, потому что в трансферах у нас будет минус. Чем меньше цены своего клуба, чем меньше тебе дают денег. Да, блядь. Опять не дают ударить. Опять эту фланг я погнал. Водит мяч у них. Будешь навешивать, а? Не, навешивать мы не будем. Играют они в пас. Отдает он мяч партнеру. Блядь, хорош, хороший момент был снова. Чешемся мы около ворот их не, но в данный момент у нас ничего не выходит. Завершается последняя игра сезона для этой команды. И пока для них все складывается успешно. Они зарабатывают долгожданное повышение в классе. Да, пока команда выполняет главную цель. Выход в следующий дивизион. Чуть-чуть потрапился игрок и попал вовсадь. Хороший пас. Идут они уверенно в атаку. Еще один пас. Отдает он передачу. Навес. Ну, блядь, проигрываем. Вы нас главное, чтобы повыше и посильнее. Бежим обратно оборону. Блядь, по флангу-то хороший пас. И у них проходит это пас. А, заебись. И спасает тот игрок свою команду от гола. Очень хорошо он подстраховал своего галкипера. Просто браво. Давай, давай, если начал играть, давай играй дальше. Блядь. Защитники успевают вернуться к своим воротам. И можно констатировать, что пас. Снова только нет, что он не может сделать здесь. Эх, жаль. Хорошая могла бы получиться атака. Попросился выйти на поле. Хорошей формы его. И ничего сделать не может. Очень трудная игра. Очень трудная игра. Удар. Угловой. Опа. И все, конец. О, это может травма быть. Бля хуёво. Пиздец, опять травма. Ё-моё. Ну какие нафиг травмы, господа. Конец. Конец сезона. Пошли травмы уже. Какой-то игрок у нас травмированный уже становится. И то это такое у нас травмпучие. Ёп твою мать. Понятно. Ведь центр полузащиты наш валяется. Отдыхает в больницах. Дорога молодым. Покидай поле, травмированный игрок. Игра возобновится спорным мячом, похоже. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Не дал сопернику довести атаку до завершения. Снова всё. Сначала начинаем. Катают они мяч. Хороший пас. Хороший пас. Снова пас. И снова мы без мяча почти остались. Блядь, ещё время почти заканчивается. Первый тайм. И мы пока ещё ничего не смогли сделать. Створить чудо. Мы сжимали эти команды. Но пока у нас ничего не выходит. Команда оставила соперника без мяча. Хороший отрезок. И хорошая комбинационная игра. И тут у нас захлёпывается у защитника. Не смогли они мяч удержать. Ходит мяч у них. Отдаёт он мяч партнёру. Блядь, хороший момент-то есть. Играют они в пас. И что дальше тут будет? Да ёптую мать, а. Наша атака прерывается. Придётся уруль не выпускать, когда всё смотреть, что с ним будет. Может он что-то сотворит чудо. Ну, блядь, ничья нам, конечно, не очень хорошо здесь. Ёптую мать. Ну, две минуты, да. Вообще супер нам играть две минуты. И всё, свисток, господа. Мы говорим об этом путнично, потому что очень путнично. Нулевой счёт. 45 минут игры позади. И прям, хоть сказать, к счастью, что они закончились. Ничего мы не увидели интересного. Обычно комментаторы, когда характеризуют подобную игру, говорят ни о чём. Как раз к сегодняшней ситуации подходит оптимально. Да, замечательно. Ноль-ноль. Вообще, первый тайм. Вообще, ноль ударов. Мы прижимали, но не ударяли. Это да. Ещё пиздец. Что творится на падении, я не знаю. Начало сезона такие были прям прекрасные удары. Пас в начале второго тайма продолжается наш матч. И командам нужно активнее действовать в атаке. Очередная точная передача в его исполнении. Он сегодня... Пас не проходит. Я хочу сделать командный прессинг. Попробовать вот это сделать. Может, я буду прессинговать их. Постараемся. Есть хороший адрес для передач. Хороший у них класс. Вообще, замечательно. Зыграли они. Не просто всегда играть головой. И сейчас не получилось у него попасть в створ. Думаю, хотел бы он сам этот момент переиграть, но удар у него совсем не получился. Ударяем. Хороший пас снова. Ну что, день пасов только и всё. Не, не сможет. Это не то, что навец. Вообще, игра не идёт никакая. Играет он на партнёра. Вперёд он мяч тащит. Есть просто... А вот это хороший момент. Ну... Никакими ударами игры не сделал. И мы на паузу нажимаем, чтобы заменить игрока. Это просто нереально. Не знаю. 64. Это уже 65 имеет даже. Отчуметь. И никак разыграться не может. Чоп, это понятно. А давайте попробуем тоже заменить здесь игрока. Только мизочоп и одного. Цапать я поставить. Давайте так попробуем. Сотворить чудо. Может, что-то придумают. Ну, пробить с такой дистанции и не отправить мяч в ворота. Это надо очень постараться. Никак не могут команды проснуться. Очень вяло они смотрятся сейчас. И статистика лишний раз это подтверждает. Посмотри только. Почти ничего они не создают сегодня. Хороший пас. И это на двоих. И еще один пас. Замечательно. И что-то тут будет. Блядь. Защитник перехватывает. Пиздец навес был. А у нас по-прежнему равный счет. А это значит... А это значит, Георгий, что им надо забивать. Да блядь. Как они. Да пиздец. Вообще игра не идет никакая. Замена там и замена здесь. Причем в одну и ту же минуту. Так, у нас штрафной удар. Смотрим, что придумает компьютер. И компьютер решил... Не знаю, что он там решил сделать. Но что-то слишком глупо было сделано. И просто игроку не хватило таланта. Все-таки второй дизион. Здесь не особо важен. Вижу тебя, конечно. Прекрасно я тебя вижу, е-мое. Ну, блядь. Как промахнуть. Вместо мяча куда залетел игрок. Просто замечательный расклад. Ну, выбила мяч. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, мяч не у нас. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Да блядь. Опасная атака могла быть, если бы не перехват. Не устают болельщики кнать свою команду вперед. Они сегодня ждут только по-другому. Ходит мяч у них. Адача, а чей мяч будет? Не-не-не-не. Все нормально, нормально, нормально. Отыграли. Поражение на вон какую-то случаю вообще нельзя. Руни у нас на поле. По всей видимости, замена готовится у команды хозяев. Вливает свежих сил в игру наставника команды. Ну, давай, блядь, дерись за каждый мяч. Ну, парни, соберитесь. Офсайд, офсайд здесь, блядь. Ой, как трудно зарабатывать. Три очка в конце сезона вообще просто жестоко. Очень все жестоко творится здесь. Ну, мы попробуем так придумать что-нибудь. С пас массов начиная. Начал я пас. Потерял мяч, как будто я тоже прессингом играю. Не, они прессингом играют, да? Рей, рел ди, рел ди какой-то здесь. Ну и да, мяч-то, блядь, заебал уже нахуй. Офсайд, не. Ну, бля, Руни тоже забивать. На 80-й минуте у нас Руни забивает гол. Бабадир, он точно остается нашим лучшим. Команда забивает гол, и таким образом они довольно уверенно идут к цели. Теперь вряд ли что-то помешает им заработать повышение в классе. Скорее всего, следующий сезон они проведут дивизионом выше. Команда повела в счете. Тренер буквально расцвел на глазах. Теперь надо продержаться. Сейчас будет веселее. Пошли последние 10 минут игры. Вот, спасибо за мяч. Не-не-не, да, я вижу твою руку, но только смысл у никого не дало. Ты бы уже закрыт был. О, блядь. Команда перекатывает мяч. Гонят болельщики свою команду вперед. Есть еще время, чтобы отыграться. Основное время заканчивается через 3 минуты. Отдает он мяч партнеру. Играют они в пас. Хорошая. Мачин вратарь. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Ну, это пиздец просто. Блядь, Руни не забивает гол. Как очень жаль. 3 минуты, поэтому полноцем времени мяч уходит в аут. Блядь, Руни так у нас не забил гол. Очень жаль. Не, мяч я просто где не дам. Размечтался. Отдает он передач. Блядь. Все, Систоп убеждал эту матчу. 1-0. Не слишком яркий день был. И вот они, смотрите, вместе с болельщиками буквально тонут в своей радости. И спасать их не нужно. Это великолепный момент для команды и ее поклонников. Мысли о следующем сезоне, где они сыграют в более сильном чемпионате, подождут. Сейчас есть только миг, и он победный. Ну да, я говорю, моментов особо не было. Что у нас по общей свете? По общей свете 0-1, ударов 4-3. Один удар створ 1-3. Владимир, 44-56. Вот это мяча 3-3. Нарушение 0-1. Драма 0-1. Оффсайда 2-0. Углавы 0-0. Точно, это 25-100%. Точно, пас 8-1-87. Такой у нас момент. Ну, как руни только вышел. Больше ярко появилось что-то нападение. Сама же была очень вяло. И не очень хорошо. Ну, блин, игроки устали в конце сезона. Это не только это. Это еще факт. Еще факт, что это, блин. Не профессиональный футбол. Ну, точнее, не... Например, Рига. Хотел так сказать. Ваша команда сегодня упустила шанс на повышение. Какие вероятности, что... Чего, блядь? Да, конечно, не буду скрывать. Сегодня ожидается неоправдание. Так, ничего страшного. В следующем матче мы сделаем все. Что добьемся? Не вспоминаю, что в конце сезона мы попробуем положить в сегодняшний матч. Нам откроется. Чего, блядь? Старайтесь. Страдает от цели. Череды драм. Ну, да. Как вы будете играть с переполненным рузариатом. Хорошо, возможно, для других игроков. Так сделаем. Это хорошо, возможно, для других игроков. Приволить себя и набрать форму. В конце сезона, да? Ха-ха. Куя, ну, просто. Надо находиться с прекрасной формой. Насколько вы довольны его сегодняшней игрой. Спасибо. Это все вопросы. Я получил. Спасибо. Это все вопросы. Я получил. Спасибо. Сейчас у тебя все прекрасно получается, но голову терять не стоит, держи связь за реальность и продолжай упорно работать. И что у нас тут написано? Игрок травмирован на сколько на 8 недель? Заебись просто. Просто офигенно у нас все. Да, мы находимся на втором месте, а четвертый на четвертый месяц 86 очков. Все, мы в любом случае проходим, как ни крути. Если они нас догоняют, так 88, 89, 90. Да, 90 будет чисто и у нас ничего не изменится. По таблице мы со второго, первого и третьего места выйдем напрямую в любом случае, как ни крути. Ну что, переходим к развития игроков, но у нас не развития игроков, а у нас игра. О, Смит у нас готов играть. Так, левый полузащитник меняем. Так, правый у нас тоже выходит. Блять, а вот это у нас уставший. Так, центр у нас. Только вы поменяете местами и ты у нас пойдешь сюда. Так, ты у нас сюда, а ты у нас вообще уйдешь отсюда. Вот так сделаем мы. Так, левый защитник у нас тоже меняется, правый у нас тоже меняется. А где наш А? А вот правый. Уже 60 имеет. Да, не густо у нас, не густо, не густо. Ну, давай так сделаем. Ну, со мной они все уставшие. Вратаря поменяем и центр. Тебя поменяем. Все. Все замечательно. Вот такой состав у нас будет на поле. Уже, конечно, уставший состав. Вообще просто вытащили нас из всего. Что возможно быть. И мы переходим к матчу. Конечно, этот матч по всем гостях. О, мы все в гостях играем. Я не буду записывать. И увидимся в конце лучших моментов этого матча. Ну что, господа, мы снова здесь. Давайте посмотрим с момента матча. На восьмой минуте сейф был. Руни мог бы тут забивать тоже. Но, увы, ничего у Руни не получается. Ох. Ох. Здесь слишком был большой промок. Я не знаю. Под очень серьезным прессингом был сейчас атакующий игрок. Поэтому даже ударом в створ не смогла атака закончиться. В пятнадцатой минуте еще был шанс у соперника. Бля, такой был шанс. А, какой шанс? Забили они гом и пропустили здесь. Бля, ну это пиздец. Защитник просто не то что сделал. Отлично сработано. Ну тут про отарь бы ничего не вытащил бы. Это очень было трудно было сделать это. Еще раз смотрим на... На сорок девятом минуте мы сравниваем счет. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. И есть гол ответный. Ничья у нас опять. Здорово сыграли. Молодцы. Поход. 1-1 счет. И мы забиваем Руни у нас в 55 минуте. Руни! Это гол! И повели они в счете благодаря этому забитому мячу. Желтая карточка. Новость из первого. В первом минуте. Да, тут грубо игра была. И все. Больше у нас интересного ничего не происходило. Перейдем в общее сведение. По общее сведение у нас 1-2 по голам. Ударов 3-7. Удар створ 0. Это я не знаю что за удар там было. Штанги и створы. Ты не считался почему-то. 0-4. Владимир Минчеву 42. 58%. Отбор мяча 7-1. Нарушение 1-0. Желтых 1-0. Оффсайд 2-0. Оффсайд 2-0. Угловые 1-2. Точные удары 0-57%. Точные удары 0-57%. Точные пасы 75-89. Вот такой у нас матч произошел. После матча интервью мы зарабатываем 3 очка. Сейчас где будем находиться тоже неизвестно. Я первой команды так не запомнил. Привет, у вас есть минуты для вопросов? Старая цель и череда драмы. Это раз. Ну, как вы будете играть при приполненном заряде? Ну, короче, у нас драм до сиха. Но мы никак не будем играть. Конечно, мы у игроков так ответим. Ну, это конец. Какие надо такие вопросы задавать? Ну и все, конец. Мог бы помочь сегодня команде. Сегодня мы добились прекрасной результаты. Я думаю, что парни могут прибавить и еще. Короче, очень жаль, что получится ревожная травма и не будет на поле в ближайшие 5 дней. Как это отразится на ваше скорей выздоровление? Мы желаем. Как вам будет его не хватать. Желаю ему поскорее восстановиться и восстановиться тренировком. И все прекрасно. Ну, это конец сезона. Парни, конец сезона. Фиг какую-то херню спрашиваете. Так, офис. Так. Возможность привести себя. Так, возможность привести себя в команде. Для меня очень много значит. Надеюсь, я оправдаю ваше доверие. Кажу с тобой. Все. И тут у нас призовой фонд. Пиздец. Вот это призовой фонд. Какой нахуй призовой фонд, блядь. Я думаю, хоть 3 миллиона дадут. А, да. Разничтался. Если там в чемпиашипе дают 8 миллионов, офис не ошибаюсь. Где-то на верхушке. Мы первое место давали. Тут вообще пиздец. Нам дают призовой 1 миллион 46 тысяч фунтов. Вот это призовой фонд. Вот это призовой фонд. Вот это призовой фонд. Вот это такие деньги огромные. Вы просто не представляете. Да, мы от второго места. Ну, может, первое место чуть побольше. Может, там 1 миллион 100 тысяч. Может, такая фигня. Не знаю я точности. Но это пиздец. Скажу господа. Честно скажу вам. Тренировочку соблюдаю по среднюю перед вами. Прямо. Все остальные тренировки будут происходить без вашего ведома. Можно сказать. Ну, это пиздец. Это реально крах. Я не знаю, как выживает здесь нищий дизион. Но это просто пиздец. Такими покупками и таким зарплатами, которые тут составляются, это просто нереально. Да, у нас повышение получает центральное повышение 59. Поздравляем его с этим повышением общего. Даже не знаю, будет он у нас играть или нет. Без понятий. Дальше. Так. Что у нас дальше? Пропускаем до конца этого месяца. И у нас переходит май. Полное выздоровление. Измененный отчет по поводу молодежи. Давайте посмотрим, что у нас вообще есть. 56, 59. Вот это как-то лучше выглядит, чем тот. Вратарь у нас. Центральное повышение 58 есть. Для 18 лет. Чоп у нас 55 есть. И 16-летний чоп тоже еще. Такого неджета, кажется, вообще никакой будет у нас. Развитие игроков мы не смогли ничего сделать. В данный момент у нас вот такая таблица. Все прекрасно. Видите, мы на втором месте только выходим напрямую. Хотя напрямую это самое главное. С первого по третьим местам мы должны пройти в любом случае. Мы это сделали, господа. Прямо полностью. Выполнили свою задачу на первом месте. И все равно заработали копейки. Миллион фунтов это ничего. Потому что у нас минус 4 миллиона. Можно так сказать. Мы в куб пошел минус. Огромный минус. 2,5 миллиона у нас минус. Мы в этом сезоне только заработали образовых фондов. 2 миллиона 815. Ну, вообще 2 миллиона минус. А сколько мы потратили на трансферы, интересно? 3 миллиона, да? Да, 3 миллиона потратили. И тут никаким чудом бы. Если тогда же мы не потратили, у нас 1 миллион минус был бы. И все. Подождите, секундочку. Дайте посмотреть, что у нас вообще тут прогноз. Охуеть! А прогноз у нас поднялся. Почему? Я вот не понимаю. Почему у нас прогноз поднялся, если у нас минус такой 2 миллиона? Это что-то не то. Это что-то мне не нравится на самом деле. Если так... Ну, точнее, по поводу фифы так буду считать. Ох, дурдом. Давайте еще месяц прокатаю я до конца этого. Майя. Для вас прям до вида прокачаю. А то мы больше там ничего качать не будем. Ничего. Пол защита. Только не тебя хотел я прокачивать, а его. Ну, хорошо он поднялся за этот, можно сказать, год. Ну, у нас зарплата поменяется. Там, тем более, со мной надо будет переподписывать нету игроков. Вот и релый защитник у нас получает повышение. Поздравляем его с 67 общего. Заплата у него следующая будет очень высокая. Здесь также мы будем продолжать своими темпами это заниматься. Вот. Опускаем еще недельку. Так. Вот так вот. намного раз быстрее, да? И у нас это транзачник получает 67. Поздравляем его. Еще пропускаем. Конечно, серия очень большая будет. Так, я понимаю, доступные. И так. Неа, левый пол защитник никак не поднимается вообще. Ей, ей. У нас. Ну, давайте последний пропускаем. Так, я понимаю, агент у нас по поводу молодежи занят, да? Очень жаль. Останавливаем. Интернировку. О, смотрим. Да, вот ревоповозащитник у нас повышается до 66. Но 70 у нас пока никого нету. Увы. Тогда появится даже без понятия вообще. Останавливаемся мы. Потому что 31 это последний день, можно сказать. Полное выздоровление. Ну да, мы уже минус 3 миллиона. А прогноз на 9 миллионов. Почему такая, я не понимаю. Может там что-то дадут нам? Между сезонами, не знаю я об этом. Можно тренировочку по срению, прям на запись сделать. Замечательно просто. И по составу перейти. Ну, точнее по контракту. Вот они, один месяц остался. Они получили повышение, конечно, но смысла никакого-то не дает вообще. Ладно. На этой ноте мы остановимся. Вы видели прекрасно. Мы заняли, можно сказать, первое, точнее второе место в Риге. Заработали всего лишь миллион. Прогноз у нас в следующем сезоне будет на 9 миллионов. Не 11 миллионов, как у нас было в самом начале. И на этой ноте мы остановимся. Увидимся уже в следующей серии, можно сказать, в новом дизионе. И всем до свидания. И пока.